Как нам единый учебник по истории или линейка единых учебников по истории, безусловно, необходима? Потому что на сегодняшний день ситуация в этой сфере абсолютно катастрофична. У нас есть учебники, которые не просто содержат разные оценки каких-то фактов, а которые содержат факты, противоречащие друг другу. И зачастую школьники вынуждены заниматься по нескольким учебникам одновременно, из-за чего в голове получается настоящая каша. Поэтому наведение порядка в этой сфере, безусловно, важно. Другое дело, каким получится тот единый учебник по истории, который сейчас должно представить Министерство образования. Они начали заниматься им, совершенно закрывшись от профессионального сообщества, совершенно закрывшись от историков. И в итоге получилась версия, которая содержала около 200 только фактических ошибок. То есть, причем, ошибок, например, в датах, условно говоря, принятия Советской Конституции или вывода войск из Афганистана. То есть, фактических ляпов. И ошибок более системного толка. В том числе и, если говорить о периоде Великой Отечественной войны, других периодах в истории нашей страны. И вот тогда нам пришлось собирать ученых-историков в Государственной Думе и дать им возможность высказаться по этому поводу, для того, чтобы сформулировать некую альтернативную точку зрения. Отчасти она была учтена впоследствии, и какие-то правки были внесены. Но то, что получится на выходе, мы увидим в самое ближайшее время. И это можно будет, по крайней мере, уже обсуждать. Насколько удалось Министерству образования преодолеть вот эту тенденцию к закрытости от экспертов, от профессионального сообщества. И что у них получилось в итоге. Но у России нет другого пути, кроме как создавать единый учебник по истории. Это однозначно нужно делать. А рецепт здесь очень прост. Учебник не должен содержать оценок или интерпретации. Это дело уже учителя и ученика интерпретировать события. Учебник должен содержать факты, но эти факты должны быть выстроены. Они должны быть достоверными. И там не должно быть откровенных ляпов, которые содержались в первой версии документа, который подготовило Министерство образования.